Субтитры создавал DimaTorzok Класс на моём канале Субтитры создавал DimaTorzok 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 Давайте для начала прочитаем предизловие Благодаря многочисленным военным победам и полководческому гению Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что ж, приступим Наполеон Наполеон и сегодня является самым известным в мире французом Но была у него и другая малая родина Верные солдаты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но тот, чтобы Керму когда отправились на п Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И утратила свободу как раз в год рождения будущего императора. Летиция уже носила его под сердцем, но все равно ушла в горы вместе с мужем и другими сторонниками кардиганского вождя Паскуа Лебаоли. Впрочем, протезанили они недолго. Вскоре супруги вернулись домой в Аячо и стали лояльными потомами французской короны. Также мы видим портрет отца Наполеона. Наполеон появился на свет 15 августа 1769 года. Крики умирающих, стоны и жалобы обиженных, слезы отчаяния окружали мою колыбель. Я родился, когда Отечество пало. Карло Буанапарте, автор знаменитой на всю горщику присяги, в которой призывал патриотов умереть, но не сдаваться, стал заурядным судебным заседателем с годовым доходом в 22,5 тысячи ливров. Жена в муше разочаровалась и сосредоточилась на детях. Родившийся на два месяца раньше сроком, Наполеон был ее любимцем. Матери и ее строгим правилам я обязан всем своим счастьем и всем тем, что я сделал хорошего. Я утверждаю даже, что все будущее ребенка зависит от матери, писал Наполеон в мемуарах. Карло Буанапарте неплохо зарабатывал, но семья жила на доходы от виноградников и оливкового масла. Заработки главы семейства уходили на его выпивку и игру в карты, поэтому Летиция категорически не допускала супруга до воспитания детей. Она гуляла с сыном, рассказывала ему семейные предания из истории кино и корсики. Воспитала в Наполеоне возъяснение личностью Баули, который надолго остался кумиром мальчика. Прививая любовь к чтению, знаниям и истории, она составляла относительно великой судьбы своего сына тысячи планов. Эти планы методично притворялись в жизнь. Через два месяца после рождения Наполеона Летиция заставила мужа отправиться в Пизу, чтобы он сдал экзамены на доктора юриспретенции и подтвердил свое дворянское происхождение, что открывало доступ в престижные учебные заведения Франции. В воспитании Наполеона Летиции помогали свекрови тетушка Гертруда и кормилица Камила и Ларри. Гертруда Паравичини со своим мужем Николой тоже участвовала в войне за независимость и не страшилась ни опасности, ни лишений. Наполеон и его старший брат Шосеф полюбили ее и постоянно вспоминали о ней в своих письмах, когда учились в Абранции. Главное, вообще в крови у всех корсиканцев. Чем больше детей в семье, тем больше родных, тем больше уважения сограждан, а еще поддержка своих, что, правда, нередко приводила к межклановым расприям и кровной мести в Вендете. Поскольку предки Наполеона жили на корсике с 1529 года, то врагов и друзей у них было достаточно. Будущий завоеватель Европы нагребко усвоил уроки семейственности, назначив впоследствии трех своих братьев королями, а четвертого имперским принцем. Одна из сестер получила статус королевы, другая титул герцогини, а третью Бонапарт сделал княжной. До двух лет малыш Наполеон отличался тихим нравом, но затем стал самым непослушным из детей Летиции. Я был сварлив и дрочлив, не боялся никого. Одного я пил, другого царапал, и все боялись меня. Особенно же страдал от меня мой брат Жозеф. Так самокритично отзывался о себе впоследствии император. И даже школа для девочек, куда Летиция отдала его в пятилетнем возрасте, никак не способствовала смягчению буйного нрава. Наполеон развивал лидерские качества, бегая с другими городскими детьми по крепостному валу, по берегу и по скалам, играя с ними в войну. Домой возвращался с разгоряченными щеками, горящими глазами, в промокшем насквозь разорванном костюме, зная прекрасно, что его ожидает. В семье приняли решение. Пусть Наполеон будет солдатом, а старший более мягкий по характеру Жозеф священником. Сначала их обоих отдали в иисуитскую школу, а потом в другой институт в Аяччо, где их учителем был аббат Рико. В составленном на острове Святой Елены завещании император оставил ему 20 тысяч франков за то, что он научил его читать. Имелось в виду читать по-французски. Читать на итальянском мальчуга научился довольно рано. И к девяти годам уже прочел в отцовской библиотеке Блударха, Цицерона, Вольтера и Руссо. А чтобы поступить в военное училище во Франции, требовалось обязательно говорить по-французски. В 1779 году после хлопот родителей десятилетний Наполеон был переведен и помещен на казенную стипендию в военное училище в городе Бриенне в Восточной Франции. Он прибыл в страну, которая завоевала его родину. Он был сыном человека, сражавшегося против французов. И даже после интенсивного обучения еще плохо говорил на языке завоевателей. Имел необычное для Франции имя и при этом был беден. Множество причин осложнили его вхождение в коллектив, но закалили характер. Поначалу Наполеон был одинок. Друзей у него не было, зато имелись недоброжелатели, для налаживания диалога с которыми пришлось несколько раз подраться. Впоследствии Бонапарт, легко преодолевавший непростые жизненные ситуации и говоривший там, где развивается французское знамя, я думал. В детстве с трудом адаптировался к новой среде. Однако, ни с кем не сближаясь, Наполеон пользовался авторитетом среди товарищей, возможно, потому что держался несколько надменным. стратегия, тактика, математика и особенно древняя и новая история были его любимыми предметами, но охотнее всего он устраивал военные игры. Холодная зима 1783 года с обильным снегопадом позволила легко перейти от вортификационной теории к практике. Под чутким руководством Наполеона были выстроены валы и крвы. Школа превратилась в настоящий снежный форт, который попеременно осаждали два лагеря, используя снежки в качестве артиллерии. Бонапарта, кто защищал укрепления, кто переходил на сторону осаждавших, удивляя учителей и воспитанников быстрой реакцией сообразительностью, находчивостью. Этот и подобные случаи свидетельствуют о формировании особых отношений Наполеона с французскими товарищами, его влияние на них даже при сохранении склонности к уединению отнюдь необослобленности и дикости Бонапарта. Взрывной характер все же иногда давал себя знать, так за год до отъезда исприятно ему пришлось даже отсидеть в карцере за вызов на дуэль. Причиной послужил пренебрежительный отзыв сокурсника об отце мальчика. А в военном училище Наполеон смел снискать уважение своих профессоров. Многие из них уверяли, что еще тогда предсказали ему великую судьбу «Далеко пойдет, если обстоятельства будут благоприятны», утверждал Де Легюиль, учитель истории. К занятиям относятся серьезно, любят читать и при этом хороших авторов. Превосходное знание математики заслуживает внимания и содействия, горит ему преподаватель по артиллерии. Очевидные таланты в губе с трудолюбием перевесили и скромное происхождение и отсутствие влиятельных связей. После приенна в числе лучших воспитанников Наполеона отправили в Парижскую военную школу главную кузницу офицерских кадров. Ему предстояло в первый раз в жизни увидеть Париж, который впоследствии принес ему столько славы, блеска и счастья. Через Париж он покорит всю Европу, но правителем родной Корсики так никогда и не станет. и не станет. Продолжение следует... Продолжение следует...